шабах шалом я буквально буду 15 минут просто хочу поговорить на одну тему я назвал эту передачу а потапа настя был ли мальчик я чего хочу поговорить как я и говорил на последнем видео с адвокатом по страховкам то что в нашем комьюнити привез очень много народу которая имеет ретал компаний и в общем-то нефти просто покупает дорогие машины и потом сдают их в аренду а кстати да как меня слышно надеюсь у нас уж нормальными потому что я думаю что у меня слышал нормальными да так вот выдают издают их в аренду их и очень многие не имея страховок правильных но не пытаются сделать бизнес некоторые места холые компании издают машина в аренду дорогие машины элитные машины и часто дают машины звездам эстрада которого приезжает сюда олигархам семьям вот и конечно народ которого приезжает из россии с украины часто у них немножко другим mentality чем у американцев я не считаю что если они чем-то пользуются то они не должны нести за это никакой ответственности они могут по-свински к этому относиться и от внукова такая интересная новость что спонтали потапа настя побывали в майами взяли дорогую машину в аренду в какой-то из элитных компаний я не знаю какая-то компания надеюсь это легальная компания надеюсь что это не какой-то вася из сани асу которого просто дальше это каких машин которого он купил в лист взял и тебе бездает хотя это нелегально потому что если алисовой компании надо это поймает то это место меня секунд игры и вас могут просто забрать машину и еще можно попасть это не в тюрьму на иметь очень большие большие проблемы так вот выяснил такая новость что под оснасти вернули машину ужасном состоянии в очень ужасном состоянии и видно 8 где-то западу я так понимаю что хозяина машина что них обиделся или они мне доплатили или машина была ужасном состоянии или у них разговор как вот неправильно получился потому что они по звезды вот возможно это легальная компания я ничего не говорю и это понимаю что хозяин компании попросил у них чтобы машина привели в порядок и на потоп снастью послали подальше насколько опять же меня не пришло по этому разговоре но какая информация вылезла что когда он полез в эту машину он нашел следы каких-то наркотиков запрещающих наркотиков каких-то я не знаю что это опять был никто об этом не говорит и теперь типа будет уголовное дело и на потоп и насти выпишут ордера их не арест чтобы экстрадировать с украины в америку и вот тут я прослезился вине по булчился потому что но конечно людям надо лечить но не до такой степени потому что ник что в этом не было я понимаю что он не нашел там пакет с двух килограммами кокаина или что-то еще скорее всего это было ли трава или что-то еще или какой-то маленький кочечок это неизвестно кем она была оставлена потому что когда ты берешь я только компанию вот ты можешь я знаю как писать потапа не потап не надо умничать это дело специально чтобы youtube не брал кей он люблю очень много людей которые пытаются учить мне русскому языку английский учите но я не в этом и короче и я не знаю они нашли это и типа теперь сейчас этих ребят привезут сюда соудио на их не арест ребят на это не надо вестись потому что то не так вот так не работал листах не работает треки аудио нарезу писать не будет никто никого не арестует и это все полные по полная сказка поэтому самое что в этот хозяин компании можно сделать это может подать на них всего корт она тебе мечты машины такой демич там был и по нападает на них в суд это будет тяжелых надо просорвать их надо делать то надо делать это короче это бесполезное дело это просто трата времени просто хозяина этой компании на будущее после него сдавать машины в аренду вот этим людям этим звездам для них это я считаю тоже плохая репутация потому что они красиво так себя висеть его звезд у вас есть деньги то за машину в аренду прийти и помою и издать все будет нормально они по-свински относись к человеку которого тебе помочь я который дал тебе машину вот и конечно другие могут владельцы других на только компания то ли бы с ними дело но это нормально поскольку тело но когда все начинают причащихся потапа по насти арестуют фбр и бутоне на их не арест и привезут сюда в майами и они будут сидеть в тюрьме и все остальное такие преступления совершают и за ними никто не бегать их никто не ловит их никто не арестовывать поэтому не надо скажу сказки мне как никому лучше известно как работают их традиции записать и это сейчас прокуратурам боями а сделать запрос фбр фбр сделать запрос в интерпол что такие вот звезды и потапы настя они там у них машины нашли там от чего-то похоже потому что лаборатория которого проведет следственный анализ что это за на пути каком количестве она хоть верно флойди начал в этом более спокойнее после этого их запросит в интерпол в розыск после этого америка пишет infusion notice генеральную прокуратуру украины и там сбу а со спецназом приедет арестуют потапа снасть одели наркотики спецбортом вывезут майами встретиться на этого дела я думаю что вся его металка компания со всего машинами не стоит вот этого это ситуации но как вы сказали надежно правильно считаю что потапа насти услышав всю эту ситуацию может быть этот ролик потому что украине меня смотрят а просто должны извиниться позвонить этому человеку принести извинения оплатить то что они сделали дэмидж его машине и на этом закончится дело потому что я такими вещами сталкивался очень часто у меня товарища я не буду звать его имя у него тоже машина сдает в аренду там как бы саблизы даете тоже ему винули машину в ужасном состоянии убили ее полностью тоже какие-то известные люди и они даже не захотели приносить извинения и не захотели ничего с этой машиной делать и когда он позвонил человеку которого брал машина саблица попросил винули деньги это дело закончится уголовно потому что человек сказал что с него помогает деньги начали следственные дела два года шел в суд и там было очень ужасно вот за дэмидж этой машины поэтому я всегда говорю я говорю всем хотите брать машину в аренду есть нормальной компании а лама интерпрайс новая нормальная компания куда-то приходишь там из хорошей лакшеве машины можно метров свойцев там понтов таких нет он там довольны эти кадиллаки скалы или все и пожалуйста платите спокойно берете страховка и все остальное поверьте что если вы вернете убитую машину в американская только компанию вас так это поимеют что потом мало не покажется и потом попадете в черный список и ни одна металка компания большего машины сдавать не будет понимаете поэтому это все не это все это все не шутки поэтому просто я еще раз был когда сюда приезжаете в америку то конечно видите себя адекватные не надо быть просто быдлом об этом я сделал передачу когда люди приезжали сюда из других штатов и и и которые так сидели свели по-свински и по отношению к людям по отношению к персоналу ресторанов и считали себя что допустим но я не про всех говори на были один и считают что они в нью-йорке там и чудо тебя представляют наш поями надо себя вести также вот такие вот дела так что мы не знаем действительно что было в этой машине были ли там я накид наркотиками я думаю что и полицейского даже если бы этот человек хозяин компании то еще он находится на сани айлс чтобы саня спасти по тускому такую машину вернули и вот какой-то белый порошочек там лежит 1 полицейский даже бы на это не отреагировали поэтому эта мулька которая была пущена не знаю для кого она была пущена для потапа снасти ли снасти с потапами для кого-то еще или просто обида хозяина вот я не вижу никакого уголовного дела в этом вообще тут прихож в полицию они вообще ничего не хотят делать у меня был недавно кейс когда человека под гангпоинт у него забрали айпад и айфон приехала полиция через два часа и на карте было видно где они находятся вот и полиция ни в чем не делала не делали под и поехали домой а тут они будут за потапом стать и бегать поэтому все это полный туфта не обращать внимание по фейсбуку и спала новостный канал которые то показали узкоговорящие каналу и кстати аномалия ножки там журналистами я думаю что всегда проверять новости без чем говорить таких вещах что просто смешно особенно никогда детективу большое всем спасибо в понедельник у нас будет эфир с детективом из неё к дмитрий журба и мы будем говорить об общении 3 частных детектив в америке кто что как почему кто чем занимается какие кейсы виду что могу часы детективы сделать и у нас на канале законов порядок сейчас вышли будут вопрос детектив который может задать заранее сегодня завтра задать именно эти вопросы будем отвечать подапа наши должны извините заплатить и пионе такая что дело будет не обмыться людям надо оставаться сюда я согласен какого-то не был человеком опыта него крутой надо всегда оставаться человеком я помню очень много лет назад было лет 30 назад 227 точно я был в одном месте я еще был но пацаном и я подрабатывал в одном месте и приехал человек туда он зашел во внутрь и у него такой был вид что ему долго хотелось дать я смотрю хозяин бизнеса что-то бежит что-то показывает ему все это чем за ним бегает за ним потом уходим на улицу я бы вышел от его ждет лимузина человек оказался миллиардером из альтянина после мультимиллиардера что потопу нас и даже рядом не снилось и у него была одежда находил там в мальчике зам за 30 долларов шлепанцев и подключение что ему хотелось доллар дать и без всяких понтов а почему тут эти люди когда приезжают сюда я не считаю что если они там гидами на вы и звезда хотя не читает мировыми звездами они может звезда на украине это далеко не манима вы не мировые звезды то я считаю что это свинское отношение просто к людям которые делали тебе сервис это очень-очень котел меня кстати был недавно случится же маха уже и друг близкий он убит driver и он возил одного человека он известный футбол-плеер и рэпор и кстати миллиардер чувак у них дохина бабла и он так периодически мы товарищи госу что-то пойдет и купит а перед счет деньги тогда он закончил тем что он ему он его уволил не за что потому что должен пять тысяч долларов и не хотела мать и деньги отдавать поэтому если человек звездные и у него есть деньги не знаю что он порядочный в основном порядочные люди люди вот среднего класса которые тяжело зарабатывать деньги и которые знают цару каждой копейки а вот эти вот люди которые зарабатывают миллионы считают что они в звездных войнах играют и там очень крутые в основном отчат тут оказывается что они оказываются не очень приятными людьми и с ними не очень приятно вестей я расскажу как-то был концерт разом баума майами и мы его храняли мы после этого поехали в ресторан ликью где он был вечером и там сидели рядом за столиком кушали все и дымет разобам это для меня эталон я очень уважаю его песни я вырос на его песнях я более простого человека не видел когда он разговаривал со всеми потом прошел с нами поздоровался делал фотографии я стоял перед моим кумиром я просто иначе я ему говорю лариса я в шоке я никогда не думал что я вас живу вижу с вами буду разговаривать вы настолько крутой и настолько уважаю вас у меня хочу брать вашу руку он говорит нет ты где с маями детектив крутой я слышал это я так приехал поиграть я бы нет конечно все это шутки мне до вас очень далеко я рядом не стоял на софтах очень простой и было очень приятно общаться очень приятно разговаривать ему что тепло и вот такие это здесь что вот звезды страдостно молодые звезды такими должны быть открытыми к людям от не должно идти тепло и они просто понты на сцене когда ты поешь потом приезжаешь майами берешь крутую машину там своей девушкой катаешься убиваешь ее внутри и и оставляешь какие-то наркотики я не знаю что он там оставил и потом просто бросаешь машину в лапарту и даже не гришь где она и пока хозяин найдет и когда он приходит отковать машину иду все это там и пишет тебя что вы сделали зачем моим это пошел ты все на может ничего не надо люди не понимают первое а и миша двернется в майами б какие бы ни были крутые звезды можно потерять визу так и между прочим так и стыкаю потерять если знать что сделаете куда позвонить а цель что о них уже пошла вот такая молва по русскому комьюнити это очень красиво и я думаю что никто и больше машины в аренда не сдаст вот то что я думаю большое всем спасибо жду вас до понедельника это такой чем был просто маленький ролик я вышел мы съели по анализирую то что говорил будет трамп на еще не завтра будет трамп на республиканском конгрессе потом эту тему поговорим а потопу насти ребята извинитесь это некрасиво позвонить человеку извинитесь и просто платить его все его расходы вот это было бы сделано правильно но с другой стороны и человеку которыми тренд к компанию тоже не позвольте не надо пугать людей экстрадиции с украины за какие-то непонятные наркотики это все в мути и такого просто природе быть не может он просто так просто быть не может до потерять визу они могут да не перехал среди штата не могут это без проблем о что там помошу на что-то фасад помошу его не вставали я думаю джоша под залог у него проблемы большие думаю еще больше проблем адвокат которые вот не буду называть его прямую штука мне банки претензий знаю что подает там свои недвижимость и нужны на деньги но самое тесно что тот человек который писал для нее истории помолезникова завод его вот с ним проблем потому что чувак собирает деньги в строительстве до чего люди обнаглели он собирает деньги на гоу фаунтер где там же деньги на адвоката по массовой 20 долларов вот это я не спиндирую вообще он на лишал законы он писал и стоим пока сознат что он делал конец кашу не знаете человек пишет мне историю мою политическую стоит то что я делал там за границей извините меня но это полная тушь то я считаю что за это над нести ответственности то что люди дают ему деньги на адвокатов я очень удивляюсь кто ему дает деньги на адвокатов или его клиенты его покупает того чтобы не сдал эти имена вот или не понимаю что он я буду получив у денег на пока там не помог потому что он заслужил за то что они все заслужили если конечных обвинят запомнить одна вещь из моего опыта федералы просто так никого не арестовывают они пока не добьются стопроцентной доказухи пока не не целью стопроцентной информацию уже так они никуда не придут поэтому попахивает и строится попахивает сильно и запашок такой серьезный идет вот такие дела большом всем спасибо увидимся в понедельник на вечернем эфире я думаю ли во вторник или в среду как доктор светлана масляк и нас добро мы сделаем информацию о ободах это будет очень интересно всем большое спасибо до свидания шабашина